всем добрый день с вами канал потомник милый я людмила горбунова хочу показать сегодня видео черенкование это металлика пришла в оригинальном горшке один у меня погиб наверное по моей причине резала может перелив а сюда я продублировала свой черенок весенний здесь высокая обрезка но так как началось цветение я не хочу делать ее ниже и вот смотрите как я вот этой веткой постаралась выровнять куст вот здесь вот он наклон рос вот так вот и пошла новая веточка я ее оставила и как бы выровняла искусственно кустик конечно можно было сейчас вот так обрезать низко так ну что ты не буду ее трогать вот это можно было вот может вот этот вид кла ставлю эти наоборот сниму а давайте сделаем так потому что это неправильно что она высоко и вот такие тонкие веточки это как бы неправильно деревянный черенок я режу только посильнее а зеленый сейчас вам покажу еще перечеренковку как я сейчас режу все на черенок абсолютно она будет чуть позже примерно с июня месяца цветущую ветку я оставлю все таки я не буду а вот эту делаю пониже вот такую вот ну это сделаем чуть выше вот эту я оставлю одну это неправильно это это мое видение это делаю я так потому что мне нужен конечно же черенок это обязательно еще оставить красоту купила горшки его и перевалю в литров 10-15 корешки здесь видны так ставлю сюда всегда я наливаю просто вода без без ничего если с цирконом то долго держать нельзя здесь будет совсем вот такой деревянники черенок видео сегодня будет поинтереснее попробую собрать его разными кусочками и покажу вам позже разные этапы в одном видео черенкования у нас сибирь город железногорск под красноярском сейчас самая пора черенковать здесь решила вот так оставить деревяшечкой вот можно еще по одному снять на одну пару почек но оставлю как его богаче богаче это значит не экономить деревяшечка не буду обламывать если обломая будет два черенка а здесь у меня будет смотрите вот один можно было еще взять будет три вот с этой веточки у меня будет больше беру на одну пару вот так вот сейчас нарезаю отдаю маме она рассаживает на кухне по кассетам черенкование наверно уже все знаете здесь вот так сделаю смотрите вот такой вот здесь в две пары то редко дело ну так получается здесь верхний такой один я еще беру черенки нестандартные вот такие травянистые покажу вам позже видео как они укоренились за две недели вот такие маленькие пусечки так здесь тоже возьму такой хороший почему сейчас обрезаю потому что набросала вчера и мама еще раз перебирала и срезала лишние листы потому что они закрывали друг друга кассету брали 54 ячейки сейчас берем 104 70 чем-то совсем такой малюсенький вот такой вот так вот здесь сделаю побольше черенковать уже научились так видите сколько я с двух веточек сделала черенка сейчас еще вот эти перечеренкуем сейчас быстренько чтобы двойной работы не было сразу раз 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 и поводкнет посмотрите еще очень важное наблюдение смотрела одно видео там такие реальные парни срезали макушки у гортензии крупнолистых и говорят мы еще сделаем черенок я не стала спорить думаю да ну и эти черенки слепые у крупнолистых здесь проснуться дополнительные победил здесь а вот у этого вот видите цветение уже цвет это тоже слепой вот такой я так думаю скажи можно и попробовать его вот кинок потом я посмотрю ну как то листы однозначно слепые что корни будут а почки не появится ним появляться неоткуда это обращайте внимание многие по неопытности делай много черенка макушечных вот особенно крупнолистые они слепые так далее вот это прошлого года металлика летние я оставила себе как дубликаты они уже были весной срезаны пошли новые побеги и я сейчас еще раз срежу время занимает ну надо сразу это сделать такой я беру такие травянистые им важен парниковый эффект 2022 досветка можно без досветки притяненное место ящик или кассета так обрезаем так обрезаем просто так вот просто макушечки без света они вообще укореняется на раз очень быстро вот так срезаю мне надо и сформировать куст даже вот такой вот это тоже черенок смотрите здесь могу еще взять чтобы не здесь уже все вот обрезка было так вот смотрите вот обрезка было выпустил я еще сняла вот обрезка выпустил еще сняла здесь еще проснуться и будет кустик такой более пышненький вот и это у меня приоритет так как я производитель посадочного материала меня приоритет конечно же и черенкование и цветение вот цветение вот видите мысли приходит тут же я вообще не собиралась его обрезать ну так как и палки голенастые получилось вот столько черенка вот не надо брать сейчас на кассету вот о чем и говорила вот обрезка была вот так вот здесь вот еще почки так вот теперь начали расти еще раз срезаю еще раз дети же не буду трогать они еще отрастут уберем сухоньку это мои дубликаты они пойдут больший объем пойдут они я не знаю я раньше высаживала в основном там три литра два три редко 5 а сейчас решила набрала горшков все-таки объем горшка имеет значение здесь обрезала будет просыпается почки вот просыпаются а вот это было не обрезана и обрезаю вот так сегодня меня лариса прошла и пин ампула плюс на каждый полтора литра цитовид вот получилось что вам пол 6 на 10 литров они тогда начинают блестеть переливаться и прошла так весь сад теплицу и так далее вот это уже этого года также одну будет у нас четыре палки до 4 побега я делаю вот так раз есть можно оставить нужно убрать два три четыре пять с этого я взяла пять штук черенка потом в кассете покажу они нарастут лакушки я тоже сниму на черенок соответственно будет уже 10 есть можно поделить ну ладно если не хватит до кассеты я вот такие оставляю потом она их делит отрезает нам эту бедненько упала с офисного стула он высокий удобный начала садиться он покатился назад и она прямо плашмя упала блокаду я сделала с ледокаином спину я медсестра еще прошло обезболивающие уколы порошки вот мази понамазала вроде приходит лучше становится давайте посмотрим что у нас здесь вот корневая еще вот смотрите здесь есть а смогут их я не кормлю потом об этом расскажу вот такая корневая здесь торф аграбалт нейтральный кислый пополам перлит я смог вот все вот это переживает за пересыхание вот такие нам тоже не нужны смотрите 1 2 2 внутри оставлю вот внизу междоузлия вот здесь и вот здесь здесь будет шесть побегов вот проснуться дополнительные почки ниже режем тогда они по моим наблюдения просыпается все если здесь не видно если обрезать высоко бывает такая такая палка и вот такая вот рогатка это как бы не есть хорошо так 1 2 3 4 вот и он растет какой нужен пышный красивый ладно такой оставлю не буду больше брал все вот нарезала здесь предостаточно черенка думаю или такое видео оставить потом другой снять или смонтировать ладно пока посмотрю подумаю возможно еще добавлю другое видео смотрите это полистар я доставала ее из термоса и было в апреле очень короткая обрезка полистар говорят не режут потому что маленький междоузлия кустик низенький ну вот он нарос зарос его я уже трогать не буду с него и пару раз срезал черенок и остались прямо такие одни рогаточки вот они наросли смотрим дальше тоже полистар будет перевалено наверное в литров здесь вот семь или десять или оставлю или поменяю грунт вот так же наросли здесь я уже наверное брать не буду или вот можно сделать нормировку это вот нижнюю такие тоненькие маленькие они здесь принципе не нужны ну совсем чуть-чуть и оставлю куст получше покрасивее и вот смотрите комботик и вот он полистар у которого была совсем вот низкая обрезка совсем там вот прям низко низко и вот успевает зацвести будет очень красивая красивая что продолжаем наблюдение продолжаем видео показываю как я режу венечки это новейший 40 граундбрекер мне пришло 4 кустика 2 литров вот в таких все они такие ну как один здесь растет я посмотрела мощный жирный а вот здесь было два рядом я их поделила но 5 не поместился остался у меня расти дальше что я подумала что надо сделать такие венички я режу с весны режу режу и режу покажу вам сейчас результат вчера я делала перевалку они будут готовы только летом первые у меня подобрели ничего страшного я делаю всегда с запасом кто-то пожирал листья наверно слизней надо еще потравить хотя их видно но сейчас я не вижу вот я подумала что режу 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 они когда будут цвести потому что постоянно идет обрезка и я решила наверное сейчас обрезкой все сформирую полностью кустики они просыпаются я обрезаю просыпается я обрезаю мой любимый черенок это макушечного такой мягкий травянистый и комбинированный вот сухое не жалею здесь даже ждать не буду убираю убираю вот вот такие черенки здесь нарастают отлично укореняется бросаю просто водичка простая вода вот здесь такой длинненький вот его я беру тоже на черенок вот высаживаю вот такой этот продолжит рост этот даст боковые здесь проснуться и здесь сразу будет побегов 10 здесь очень много заложено почек то есть вот здесь вот здесь вот здесь вот этот еще будет расти здесь дополнительный и вот такие вот вот такие молочные также покажу вам обзор сегодня же наверно но видео разделю что будет сильно большое покажу обзор уже укоренившихся черенков здесь вот вот можно было бы ждать дальше ну я высажу прямо такой рогаткой высажу это такое ну придумала додумала потом просыпается еще я уже когда рассаживаю или из кассеты срезаю еще вот здесь вот беру на черенок здесь оставляя зелененькую такую массу и и всю притыкаю просто сейчас я ждать уже не хочу нет времени ждать здесь длинная палочка здесь вот почкой такой оставлю если не хватит можно будет поделить так здесь беру 1 можно еще один но оставлю вот так вот видео будет не короткая потому что это тонкости что у нас здесь все мне доставить скелет эту сухую я отрезаю эту всю я припекаю потом беру еще черенок не знаю показывать вам или все уже все знают работы непочатый край черенки перебирать по сортам переставлять прошлогодний переставлять черенковать просаживать покажу вам еще если тоже такое месяц все ждать прямо не надо не надо все посрезать все тонкое вырезать чтоб уже оставить его на цветение а то мне веник черенков как бы не нужен здесь так ладно уберем здесь также можно было подождать ничего ждать не буду важно чтобы было ну как кусочек зеленой части это уже сломанное это сейчас вырежем даже вот этот выскочка не нужен просто листья чтобы не задевали другие я их убираю так 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 также вот такую тоже высажу такую тоже насажу надо проснуться надо вверх ровненько сделать суть обрезки все тонкое внутреннее кривое косое убираем надо постараться оставить такую форму куста вот а сама отвалилась вот такую рогатулечку вот это сейчас все сейчас дорежу такую здесь можно ладно два сделать что я умею делать вот такие черенки ждать нам нечего несколько зелененьких полада пока оставлю вот такая вот рога . остается можно было бы конечно еще здесь подровнять потом еще поправлю но цветение конечно же у нас сдвинется суть я думаю понятно суть если брать давайте быстренько еще тут чикну если его еще ждать 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 он когда будет свистит так зиме а надо его уже сформировать чтобы он успел нарасти и зацвести это сухонько не будем экономить черенка очень много еще я покажу вам сейчас перечеренковку из кассе ой из по 9 или или кассет тонко вырезаю здесь что-то там живое можно и так приткнуть эту палочку деревянненькую тонкая так так вот это тоже черенки вырезаем тоже максимально обрезать тонкая живое живую здесь так здесь два бегом-бегом-бегом-бегом-бегом тоже выбросим толку не могу подложу сюда здесь пересекается одну убираю пойдет вход так это не дело пусть он будет гармоничный так сюда вырежем тонко уберем ну вот получилось примерно вот так можно было еще по убрать конечно но оставил здесь плотечки зеленые вот еще проснется побег укоротила эти нарастут и вот получился у нас получается такие кусты потом еще вот это резать вот это резать вот вот это я вчера рассаживала по p9 граунд брекер обычно я сразу из кассет снимаю черенок этим черенкам месяц они очень какие-то слабые очень тонкие я не стала убирать вверх потому что они сверху быстрее нарастят корневую я так считаю быстрее есть точка роста быстрее нарастут быстрее набьется корневая и чуть позже я сниму вот это на черенок сейчас я их ослаблять не буду вообще у меня правило из кассеты все срезаю так вот и вставляя следующую кассету рассаживаю вот такие получились череночки здесь тоже тот тот чуть вчера полила суховатый вот все видео наверное заканчиваю сейчас соберу и следующее видео покажу вам как выглядят ясли еще обещала показать крупнолистные как выглядит тоже вам все покажу подписывайтесь ставьте лайк или любой значочек чтобы youtube продвигал и показывал черенкование большему количеству людей всех благодарю до свидания вы Продолжение следует...